...некий славянский менеджмент. Обратите внимание, насколько эта система отличается от того, что вы привыкли делать по жизни. От того, что вы привыкли делать по жизни. Насколько эта система сама по себе отличается. То есть смотрите. Первый шаг. Обратите внимание на многофункциональность системы. На многофункциональность системы. Которые я вам объясняю. Посмотрите. Ведь убийство это всегда что плохо. Правда? Почему вы к результатам дуэли не относитесь как к убийству? Это справедливость. Да. То есть откажись. Откажись от дуэли. Не бейся на дуэли. Не стреляйся. Ты в любую секунду можешь отказаться. Не доказывать свою правоту. Будешь обесчестен, но жив. Пожалуйста. Жизнь выше, чем честь. Всё. В чём проблема? Откажись биться на дуэли. Откажись стреляться. Чего Кушкин не отказался с Дантесом стреляться? Там тоже бабушка очень сильно всё на Дантес сказал. Да. Дантес случайно попал в Пушкину. Совершенно. Случайность таковая. Потому что у Дантеса к тому времени была одна дуэли с Пушкиным. А у Пушкина 12 за спиной. Поэтому Пушкин был заявлен дуэлям. Дантес никогда не участвовал в дуэли. Ни в каких. До этого. Нам-то рассказывали совсем на ночь. Что Дантес был заявлен. На самом деле исторические документы подтверждают. Что Пушкин был заявлен задирой и дуэлянтом. А Дантес на самом деле не был никаким задирой и дуэлянтом. Он был негодяем и скотиной. Это да. Был негодяем и скотиной. Но дуэлянтом не был. Но дуэлянтом никаким не был. Вы не относитесь к дуэли как к убийствам. Вы относитесь как к справедливому суду. Некому. Неважно насколько он справедлив, он Божий суд. То есть дуэль это всегда Божий суд. Поединок это всегда Божий суд. А не человечество. Да. Поэтому крестоносцы во всех вот фильмах. Он говорит. Кто докажет что это так. Да. Кто докажет что это так. Пусть меч решит. Да. Сразимся. Пусть Бог решит. Кто прав, кто юного. Да. То есть. Интересный момент. Понятно. Человек который меча в руке. Почему на дуэлях было такое понятие как выбор оружия. Человек который меча в руках держать что. Не может. С ним никто на дуэль что. Не выходил. Дуэль предполагала как минимум предварительное равенство противника. То есть. Понятно. Если здесь даже я мечом владеть не умею. Он могу пистолетом. Да. То есть. Существовало такое понятие как выбор оружия. А выбор оружия всегда за чем. За кем. За оскорбленной стороной. То есть. Вы обязаны. Если вы кого то оскорбили. Вы обязаны будете подчиниться на дуэли что. Его выбор оружия. В чем ставите себя во что. В очень невыгодное положение. Так гласит кодекс дуэли. То есть. Если вы правом себя считаете абсолютно. То бог на вашей стороне. То есть. Правда. С вами никаким видом оружия ничего не должно случиться. По идее. Выбор оружия всегда за оскорбленной стороной. То же самое. Я вам объясняю и в менеджменте. Что вы сначала. Что. Восстанавливаете критерии справедливости. Некий критерий справедливости. Как силу. Которая правит. Вашей. Фирмой. А потом. Применяйте следующий инструмент. Славянского менеджмента. Которая называется. Наставничество. Ф1. Ф2. Есть ли еще инструменты. Управление компанией. В славянском менеджменте. Да есть. 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 Следующий инструмент. После наставничества. Называется. Уважение к старшим товарищам. Ф3. Ф3. Что позволяет уважение к старшим товарищам. Если способностиθ361 А вот с этого место перейти мгновенно куда-то. Вот в этом месте. Стать прочим с радирами. Уважение. Такой инструмент, как уважение к старшим товарищам . Мгновенно, кто принимает это. Мгновенно переводит человека из этого поважения в В2. Ему не нужен регламент. Он живет уважением к старшим товарищам. И он попадает вот сюда. В ядро силы. И вот сюда. Ядро силы. Следующий, четвертый элемент славянского маржмента, F4, выглядит следующим способом. Эта штука называется личный пример. Личный пример. То есть, я должен быть для своих сотрудников личным примером во всем, в общественной жизни, в бизнес-жизни и во всех других областях жизни, для того, чтобы они могли мне беспрекословно подчиняться. Американский менеджмент этих вещей что? Не предполагает. Вообще. Там не надо быть ни для кого личным примером. Там достаточно что? Быть работодателем. Люди устроены как? Не так. Они не согласны подчиняться тому, кто для них что? Не является личным примером или примером для подражания. В Америке для этого вводятся искусственные примеры для подражания. Вне компании. Вне фирмы. У славян все делается прямо до наоборот. У нас вне компании не существует никаких примеров для подражания. Зато личные примеры существуют внутри самой компании. И главными этими личными примерами работают старшие товарищи и руководство. Вот четыре основы управления предприятием. Справедливость, наставничество, уважение к старшим товарищам и личным примером. Это четыре основные фундаментальные основы. И это по сути своей некая процедура, через которую проходит ваш сотрудник, взаимодействуя с вами. Начиная вот отсюда, переходит вот сюда, затем переходит вот сюда и становится для других сотрудников что? Личным примером. То есть, это номер один шаг, это шаг номер два, это шаг номер три, это шаг номер четыре. Вы можете управлять, используя японскую модель менеджмента. Вы можете управлять, используя американскую модель менеджмента. Вы можете управлять, используя европейскую модель менеджмента. И вы можете использовать славянскую модель менеджмента. Это не вся славянская модель, только четыре. В тюрьме у нас какая модель? В тюрьме? Не знаю про какая модель. Ну, в тюрьме русская. А почему вы задали вопрос? Мне просто интересно, там славянская или нет. В тюрьме? Да. Я думаю, что если речь идет, если речь идет, значит мой друг, я считаю, мой коллега исследовал этот вопрос очень серьезно. И вам достаточно прочитать его книгу, которая называется, я могу вам ее дать, вы ответили себе на все вопросы. Да, это старославянская система, только по такой системе ничего не получится, по причине того, что она очень хороша для того, чтобы воевать, для военных, партизанского движения, и очень плоха для бизнеса. Для бизнеса нужно вот это.